Всем привет, друзья! Сегодня мы поговорим про растяжки, о том, почему они появляются и можно ли их вообще убрать. Врачи же называют растяжки другим словом, стрии. Растяжки это такая штука, которая не особо приятная, особенно если они возникают где-то на открытых местах, то есть там на спине, где-нибудь на животе и так далее. Впрочем, у меня тоже есть растяжки на спине и они выглядят очень убого. У меня растяжки начали появляться где-то в девятом классе, наверное. Я сидел на стуле и почему-то мне там больно стало как-то вот на спине. Я думал, что эта боль появляется из-за стула. Там были такие короткие спинки у стула и мне как будто нарезало. Это оказалось, что это не из-за стула вообще, а из-за того, что я начал заниматься. И спустя там год-два у меня начали идти растяжки. Знаете, почему это происходит? Мы рассмотрим сейчас ниже. Для начала давайте разберемся, что такое растяжки. Растяжки – это порванная кожа, которая со временем срастается. И она имеет такой немного розоватый цвет, иногда фиолетовый цвет, когда только порвалась и срослась. И уже через время, через год, через два, у кого-то меньше может быть, она превращается в такой бледный цвет. То есть растяжка будет бледноватого цвета, больше под цвет кожи. И когда вы будете загорать, они все равно будут оставаться белыми. Это происходит из-за того, что кожа просто умирает. Это мертвая кожа, и она превращается в белый цвет. Растяжки обычно происходят на местах наибольшего растяжения. То есть грудь, поясница, руки и так далее, где кожа больше всего натягивается. Итак, теперь перейдем к тому, почему же появляются растяжки. Лично в моем случае у меня появились растяжки именно потому, что я начал заниматься, и у меня очень быстро выросла масса. То есть я где-то за полтора года набрал около 15 килограмм. И естественно у меня кожа начала рваться. И в этом возрасте, где-то в девятом классе, идет активный рост, также вверх. И вот эти два фактора, они просто совместились, и у меня появились растяжки. То есть рост вверх и набор мышечной массы. То есть у меня мышечная масса стала расти, и у меня стала рваться кожа на спине, на пояснице. Итак, первое, это изменение в размере, то есть в росте человека, да, когда человек начинает быстро расти, это первое. Второе, это изменение в весе, то есть когда человек быстро набирает массу, либо наоборот быстро скидывает ее. Третье, это к девушкам относится, это беременность. Естественно, это причина логичная, да, когда у вас живот просто надувается, то у вас появятся растяжки, это логично. В большинстве случаев появляются, конечно же. Четвертое – это наследственность, когда по наследству переходит неэластичная кожа, там от бабушки, от мамы или кого-то еще, и кожа просто неэластичная, она начинает рваться. Пятое – это неправильное питание. Если организму катастрофически не хватает белка в организме, а как мы знаем, белок – это строительный материал для всего у нас абсолютно, и для мышц, и для кожи, и для остальных частей тела, белок содержится везде, строительный материал. Если его не хватает, то кожа начинает просто переставать быть эластичной и начинает рваться. Теперь, что касается того, как можно убрать эти растяжки. Есть плохая новость – растяжки никак не убрать полностью. Но есть некоторые методы, которыми можно их разгладить. То есть эти рубцы можно немного разгладить, и они будут менее видны. Конечно же, максимально эффективный способ избавления от растяжек – это салонные процедуры. Мы не будем в это углубляться. Если вам надо, то вы сходите в любой салон и спросите, что там да как делать. А мы переходим к следующему. Еще есть домашний способ. В домашнем уходе нужно использовать кремы от растяжек с содержанием водорослей, витаминов и антиоксидантов, эмолентов, натуральных масел, восков, веществ, которые питают кожу и выравнивают ее рельеф. Но дома вы не сможете убрать эти стрии, потому что это нужно максимально связывать вместе с салонными процедурами. То есть в общей сумме домашние процедуры и салонные помогут вам максимально сгладить ваши рубцы. Ну а теперь совет. Если вы мужик, конечно, вам по барабану найти стрии, как мне. Мне по барабану абсолютно, хоть у меня вся спина исполосана. А если вы девушка, то это, конечно же, некрасиво на вас смотреться будет. И первый совет – это нужно делать маски, естественно, грязевые маски и обертывания с водорослями. Второе – это нужно соблюдать рацион. Как я и сказал, рацион питания должен быть белковый в основном, да, то есть чтобы белка хватало в вашем организме и ваша кожа была эластичной. Следующее, третье – это следите за весом. Обязательно, чтобы ваш вес был не больше вашей нормы веса. Так, следующее, четвертое – это пользуйтесь косметическими средствами. Девушкам это необходимо, они и так пользуются, поэтому обязательно используйте, если хотите избавиться от этих ненавистных растяжек. Не забывайте про водяные процедуры, потому что водяные процедуры также извне, да, впитывают тело влагу и кожа становится более эластичной. Шестое – используйте народные средства. Наравне с домашним уходом в процессе профилактики растяжек отлично помогают и проверенные бабушкины рецепты. Возможно, у вас есть бабушка, и она вам поможет, потому что бабушки всегда помогают. Надеюсь, вы получили какую-то новую информацию, друзья. Надеюсь, я вам немножко помог, и вы уже расстроились, наверное, что невозможно убрать эти растяжки полностью, да, но не переживайте. Если вы мужик, то нам по барабану. Если девушка, то переживете. А так, спасибо за внимание. Увидимся в следующем выпуске. Пока!